Подводя итоги работы за прошлый год, озвучивалось множество положительных аспектов. И тем не менее, проблемы в этой сфере были и, как показывает жизнь, остаются актуальными и по сей день. Только вопросы на повестку дня выносятся соответствующей времени. Особенность сегодняшнего периода заключается в том, что, наверное, общество, семья, в том числе и школа, образование, в какой-то мере по тем или иным причинам ушли из части воспитательного процесса в отношении детей и подростков. И, наверное, сегодня очень показательно, что это место занял сегодня интернет, СМИ и те негативные моменты, которые они сегодня имеются. За счастливое детство нашего подрастающего поколения отвечают сразу несколько ведомств. Это и система образования, органы опеки и попечительства, медицинская служба, ОМВД, прокуратура. И очень многое зависит именно от их слаженной работы. Четкое взаимодействие налажено далеко не во всех муниципальных образованиях области. Мы акцентируем внимание на то, что первоочередное внимание комиссии по делу несовершеннолетних и органов системы профилактики должно быть направлено на выявление детей в семье социального риска, где папы, мамы употребляют спиртными напитками. Таких детей необходимо брать под защиту, не дожидаясь, когда они, извините, погибнут, будет причинен вред их здоровью. Буквально на прошлой неделе в Медногорске 23-летняя женщина, ведущая аморальный образ жизни, выпрыгнула из окна второго этажа с годовалой дочерью на руках. В результате мамаша с переломом позвоночника попала в реанимацию. Ребенок каким-то чудом остался жив и здоров. Правоохранительные органы видели эту ситуацию, то есть несколько раз ее привлекали к административной ответственности, как раз за то, что она не уделяет внимания воспитанию ребенка. Но, к сожалению, вопрос об изъятии вовремя не поставили. Ольга Курганская, Роман Боричев, Новости дня.